Виталий Иванович Ершов Иркутянин первой стихи начал писать, будучи студентом, когда был влюблен. Издал 4 книги не только со стихами, но и с прозой, и мемуарами. Готовит еще одну. На его стихи написано 62 песни. В 2019 году стал финалистом Национальной литературной премии «Писатель года». Член местного отделения Союза пенсионеров поселка Марково Иркутского района, участник литературных иркутских клубов «Вдохновение» и «Лира» подал заявление для вступления в Интернациональный союз писателей. Виталий Иванович Ершов и автор проекта Сергей Владимирович Королев в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Хочу прочитать одно из первых своих стихотворений. Называется «Спор с другом». Я другу говорил, что каждый человек по-своему красив, а он мне отвечал «Бывает и негатив». Я утверждал «Ты только присмотрись, он симпатичен и вдоль тела симметричен». Он помолчал немного и изрек «Некоторые бывают симметричны поперек». Первые стихи я начал писать, еще будучи студентом, когда был влюблен в одну из девушек нашего факультета. Естественно, я старался, чтобы ее очаровать, ну и написал несколько стихотворений. Но это мне не помогло. Все равно, так сказать, наши пути разошлись. Но несколько стихотворений я все-таки продолжил писать. И уже закончив ВУЗ, отслужив армию, я приехал в Нижневскую геологию в ведочную экспедицию. И там собрал несколько своих стихотворений, позвонил в редакцию «Путь Ильича», газета такая там выходила, позвонил редактору и сказал, что я бы хотел вам предложить свои произведения напечатать. Мне сразу сказал, только не стихи. Ну, я, значит, понял, что там они завалены этими стихами, разобраться не нужно. Ну, я, короче говоря, отложил их в дальний ящик. И в связи с такой напряженной работой в геологии, я же геолог, геологический факультет закончил. По специальности инженер-геолог нас направили работать в горы восточный Саян. Ну, и там, естественно, полевые работы, после этого обработка в зимний период, отчеты, проекты, карты. И как-то у меня это все дело несколько притихло. Ну, потом я писал отсюда, чекучи, датские стихи. Ну, кроме этого, я еще съездил на Мадагаскар, поработал там 4 года в группе советских специалистов. Ну, короче, был очень сильно занят. И, вернувшись снова к главным геологам, уже обнижил геологическую экспедицию. Продолжил работу, и в 92-м году экспедицию закрыли. Начался новый период работы, новые отрасли, это землеустройство, кадастровые работы. После этого жена приболела, и мы переехали в Иркутск. Она прошла и взволновала Волшебным запахом духов И взглядом ясным показала На невозможность моих снов. Сквозь шум толпы, трамвая грохот, Сквозь яркость солнечного дня Я вдруг услышал внутри хохот. Тубес проснулся у меня, А неуверенность терзала, И нерешительность была, Но красота молодого тела Огонь в крови моей зажгла. В борьбе жестокой своих мыслей Ох, все в душе переплелось, Я был опутан словно сетью Ее распущенных волос. Весь опаленный знойной страстью Я шел за ней, не чуя ног, Мечтал коснуться птицы счастья, Но сильно сыпался песок. Издал первую книгу, Первый сборник «Не судите строго». Это было изданно в Москве. Это какой год? Это год был 2020 год. В 2020 году. То есть сравнительно недавно. Ну, а кроме этого, Родственники еще попросили меня, Ну ты, мол, ты столько отчетов, Переписал у тебя язык вроде неплохой, Давай напиши нашу Трудословную, свою судьбу, Где ты был, и прочее прочее. Вышла моя новая книга, А вот была история. Ну, здесь собраны такая мемуары в основном, И рассказы, они, в общем-то, О друзьях, о природе нашей. Ну и кроме этого, Такие случаи смешные, С юмором, Было изданно здесь, в Иркутске. Часто скажу, Что за первые стихи, Ну, как и многие поэты, наверное, Мне иногда бывает даже стыдно. Ты начинаешь расти уже С таким требованием уже, С большим, Начинаешь подходить к стихам, К своим произведениям. Начал более серьезно относиться. Затем вышла вторая книга, Вы такого не читали. Да, это уже было, Она издана в Ленинграде, В Санкт-Петербурге. Ну, так она понравилась, Вроде ничего. Но после этого, Я усиленно начал еще больше писать, И вышла в 23-м году, Новая книга, Что в душе, то на бумаге. Тоже сборник стихов. Это издательство, Одно из крупнейших издательств Нашей России. Издательство 4. Рецензию написал на эту книгу Главный редактор литературной газеты. Он является, кроме этого, Советником президента по культуре, Член Союза писателей России, Переводчик, критик. Короче говоря, ему очень понравилось. Он писал хорошую рецензию на эту книгу. Эта книга пошла на выставку, Она рекомендована издательством. Одна из десяти лучших книг Рекомендуют к прочтению. Я лично даже сам иногда удивляюсь себе, Как появляются стихи. Иногда я иду, Например, где-то по дороге, Медленно чем-то думаешь, И рифма слаживается. Очень хорошо ловится. Ну и тут прихожу домой моментально, Зарписываю. Иногда мучаюсь, Ночью не сплю, чтобы найти рифму. Ложу рядом карандаш, Бумагу, Ручку, Ночью проснусь, Все равно в голове крутится. Ну, а во-вторых, Я стараюсь писать стихи В классическом варианте. Чтобы они, так сказать, Слова текли, Как ручеек не цеплялись, Там где-то там за камушки, А хорошо журчали мелодично. Одно из последних стихотворений Я написал под названием «Весенняя элегия». Вновь тюльпановый март, Беспокойные сны, И волнуют меня серебристые ночи. Помню, как я тебя Украла у весны, Как призналась в любви, Глядя в синие очи. Наша встреча родной Не случайной была, Как и все на земле Предначертано свыше. Значит, эта судьба Нас в объятья взяла И крестом одарил Нас навеки Всевышний. Не забыть никогда Нашей юности дни. Ту весну и мечты Было небо в лазури, И казалось тогда Нам совсем не страшны Даже времени бег И холодные струи. Не грусти, дорогой, Что закат догорел И не лег на виски. Под глазами морщинки Журавлиный косяк, Пусть давно улетел, Навсегда я с тобой, Мы же две половинки. Выше голову, друг, Вспомни радость тех встреч, Нежно руки свои, Положи мне на плечи. От печали тебя Не помогут отвлечь Звон бокалов с вином И зажженные свечи. У нас такой дружный коллектив. Музыку пишет Алексей Рыжанов, Исполняет профессионал Сергей Рыжанов. Кроме этого, я пытался, Чтобы песню исполняли И написали музыку в Москве. Собрав все деньги, Которые мне были, Удалось написать несколько песен. Но там цена очень большая. Ребята говорят, Ну хорошие, говорят, у вас стихи, все. Но цену прочь-то не очень значительную. Но на исполнение тоже известных артистов, Я спрашивал, Но тем вообще сумасшедшие деньги берут. Ну, поэтому толкаются, так сказать. И тут мы вообще сдружились. Исполняют песни Известные у нас исполнители. Это Оля Сафронова. Она сейчас в Париже живет. Потом Левина, Анастасия. Она работает в филармонии. Потом Сергей Панов. Многие берут. Некоторые песни звучали на телевидении российское, На радио России. Ну, в общем, вот так. Вот им сейчас недавно вышла песня. «Не страшна метелица» Такая живая, хорошая песенка. Помню, как-то разгулялась непогода за окном. То плясала, то смеялась, То швырялась снежный ком. Без ума он ног крутил, Зимчалась бешено в разнос. Напугать меня стремилась, Только ей не удалось. Ах, метель-метелица замела пути, Мол, отсюда девицы не даешь пройти. Что ж ты так всероженая, я прошу тебя, Лучше по-хорошему проводи меня. Я бежал навстречу к милой, Было жарко и легко. И с любовью шестикрылой Не боялся ничего. Вспоминаю, как встречала, Прижималась за груди, Белой ручкой обнимала, Целовались до зари. Я участвовал по многих конкурсах, Проводимых Российским Союзом Писателей, Практически ежегодно, В честь юбилейных, В основном, дат наших писателей. Это, в основном, Сергея Есенина, Ну, и, короче, Других писателей. Некрасова, Фета, Цветаевой. Стал номинантом, А в 2019 году Стал финалистом Российского Союза писателей. Вошел в сотню Наших писателей России За этот год. Поскольку там конкурс был Очень большой, В жюри были такие известные Писатели России. Ну, вот меня выбрали, Включили, Как лауреат стал. Участвовал в нескольких Конкурсах И проводимых В честь Различных юбилеев. Это Издательством Четыре. Стал человек-слово Победителем. Моя книга была Участвовала На Международной Книжной Ярмарке В Москве. Тоже там, значит, Она заняла Неплохое место. Ну, а кроме этого, В честь вот этих юбилейных Российским Союзом писателей Было рекомендован К награждению Вот этими медалями. При Канаде проводят В честь Каких-то юбилейных дат. Я участвовал, Посылал туда Свои произведения. И как итог Был награжден Вот этими медалями. Их там, по-моему, Семь штук. Ну, вот Такая вот история моя. Ну, а сейчас работаю Над новой книгой. Книга Будет называться И серьезно, И смешно. Ну, там надежные Рассказы Такие серьезные И с юмором. Ну, достаточно Такая хорошая книжка. Ну, и там И стихи будет. И, кроме этого, Рассказы, повести. Есть на свете города Даже и важнее, А Иркутск из тысяч ста Для меня роднее. Жизнь свою я с ним связал Узелком восьмеркой, И для нас он стал тугим. Не порвать, не дергай. Я признаюсь честно вам, Были и разлуки, А в душе, ну, где-то там Слышал его звуки. Если спросят меня вдруг, Что тебе он значит, Он надежный, верный друг, Мне судьбой назначен. Все здесь было в первый раз, Здесь любовь я встретил, Здесь красиво, без прикрас. Бог тому свидетель. Посмотри на ангару, Голубая лента, И бежит, ведет игру, Шлешь ей комплименты. Здесь живут сибиряки, Город мой приветлив. Основали казаки, Больше трех столетий Расширяются, растут Модные кварталы, Горожане берегут Все, что предкидали. У него свое лицо, Ты полюбишь сразу. Вот стоят дома купцов, Ох, приятны глазу, А бульвар вдоль ангары Красотой пленяет, Здесь на свечи фонари Светом обливают. Много скверов, площадей, Улицы комфортны, Купола блестят, циквей, Цветом благородным. Старина у нас жива, Избы как игрушки, На картинах кружева Чудо с завитушки. Колокольный слышу Звон утренней порою, Вечный тут горит огонь В память о героях. Не забудем никогда, Времена лихие, Он навеки, навсегда, Часть большой России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин